В реализации проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» принимают участие все городские учреждения культуры и спорта. Принимают в свои ряды любители литературы и Лито Ладога. 14 июня Литообъединение отметило четверть века со дня своего создания. Подробнее Лариса Панина. В городе Ловня создается литературное объединение. Приглашаются все, кто серьезно занимается стихами и прозой. Возрастных ограничений нет. Первое занятие состоится 14 июня в 17 часов в помещении Центральной библиотеки. С простого объявления в газете «Лобня» началась история Лито Ладога. Организатор литературного объединения Юрий Петров, член Союза писателей России, в 1996 году собрал вокруг себя единомышленников и назвал свое детище в память о легендарной дороге жизни по Ладожскому озеру. Он подростком пережил блокаду Ленинграда, поэтому темой войны и мужества советских людей было пронизано все его творчество. Многие годы об участниках Лито рассказывала в газете «Лобня» наша коллега Светлана Тарусина. Среди первых ладожцев были участники Великой Отечественной войны и молодежь. Виктор Грядин, Николай Акулов, Иван Иванищев, Елена Соколова, Александр Станишевский, Владимир Беликов, Анатолий Можаев, Галина Мамонтова. Отношения были удивительные, теплые, прекрасные. Вообще атмосфера была замечательная. На самом деле, вот смотрите, вот вроде бы меняется время, уходят какие-то люди, стираются из памяти события, да? Ну вот это событие, и вот те отношения, они остаются, они остаются, ну, наверное, они навсегда с нами, да? Да, они навсегда с нами. Вот для кого-то летобъединение – это вот такая стартовая площадка. Я, правда, уже печаталась, но несмотря на это, мне очень нравилась, мне очень нравилась атмосфера. Вот это состояние, мы спешили, мы спешили на эти занятия. Первый литературный сборник «Чайки над Лобней», изданный ладожцами, вышел уже через год, 1997 году. Его готовили вместе с известным писателем, фронтовиком Николаем Плевака, жителем нашего города. Кстати, в декабре этого года – столетие со дня его рождения. Махина – личность необыкновенная, тоже удивительный человек. Мы там с ним этот сборник создавали, ваяли на компьютере. Николай Павлович в 70 с лишним лет освоил компьютер. Для Евгении Титовой встреча с Юрием Петровым изменила всю жизнь. В нее вошли не только поэзия, творчество, люди, которые своими стихами украшают мир. Она стала женой и музой Юрия Петрова. Я познакомилась с Ладогой уже в 2002 году, после встречи с Юрием Васильевичем. И как раз было шестилетие Ладоги. Оно проводилось в Луговой, в доме Владимира Беликова. И вот первый раз я там увидела такую дружную поэтическую компанию. Мне было все интересно. Звучали стихи, песни, делались общие фотографии. На квартире мы каждый год 7 января. Это Рождество и день рождения Юрия Васильевича. Приходили не только ладожцы, но гости из Москвы приезжали и с гитарами. Вот Можаев на аккордеоне играл, Журкины тоже на аккордеоне пели. Очень интересно было. У нас есть видеозаписи. Мы постоянно вспоминаем эти встречи. Видеозаписи и в этот юбилейный вечер демонстрировали на экране, напоминая о начале пути Ладоги. В течение 15 лет Юрий Петров возглавлял ЛИТО. Эстафету от него по просьбе самого Юрия Васильевича принял Всеволод Кузнецов, поэт, переводчик, член Союза писателей России, в то время руководивший литературным объединением Луговая. Особенностью Ладоги при нем стала дружба с поэтами болгарских городов Плевен и Варна. В гостях у лобницы побывало несколько творческих делегаций из Болгарии, а лобницы ездили в гости к зарубежным коллегам по Перу. Результатом сотрудничества стали сборники переводов с болгарского языка. Трое членов литобъединения Ладога приняты в Содружество писателей Варна. Двое стали членами Славянской литературной и художественной академии. А буквально накануне юбилея состоялся телемост с поэтами из Варны. Я заинтересовал народ переводами. Великолепно справились, обменивались делегациями, выпустили сборники переводов, плевенские мотивы и варнинские мотивы. За эти годы уровень поэтический, творческий возрос. То есть приняты были в Союз писателей еще новые члены, вполне достойные, потому что это вот чувствуется. И сейчас мы еще ввели на каждом занятии творческий вечер каждого члена. В этот день Ладоги за сотрудничество, верное служение великому русскому слову, литературной дружбе, вручили много благодарственных писем и поздравительных адресов, в том числе и от болгарских коллег. А решением Союза писателей России Ладога стала международным академическим литературным объединением. И в ближайшее время планирует продолжать творческое сотрудничество, теперь с поэтами из Казахстана. За 25 лет ладожцами издано 9 выпусков литературного сборника «Чайки над Лобней», журнал «Истафета памяти», более 100 авторских книг. Познакомиться с работой ладожцев теперь можно и на сайте Литобъединения, который удостоен диплома конкурса литературных объединений Подмосковья. В 2017 году фотографию членов Литобъединения разместили на обновленной галерее славы в городском парке. А благодаря поддержке администрации на доме, где жил Юрий Петров, была открыта памятная доска. Сегодня Ладога по-прежнему принимает в свои ряды любителей литературы, давая им новый импульс для развития. Так как я один из самых молодых членов Ладоги, то, соответственно, надо мной взяли шефство, приняли очень тепло, как будто здесь мой второй дом. Очень ценные советы от членов Союза писателей получил по стихотворчеству. Мне очень важно мнение ладожцев о моем творчестве. Они вносят поправки, где-то причесывают, где-то стружку снимают, потому что без этого никак. Но конструктивная критика для меня полезна. Думаю, что не подведу. Сохраняя традиции прошлого и создавая новые, Ладога продолжает свой творческий путь. Лариса Панина, Алексей Орлов, Денис Рокин, телекомпания Лобня.